Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой впервые в данном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. У меня конструкция руки, ноги и лицо. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Вместе с тонкой копией Екатерины поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. У нее эта конструкция, она идет в руки, в ноги и рот у нее открывается, закрывается, как у щелкунчика. И она глазами на это все показывает. Хорошо. Скэнер, просканируй Екатерину, отключи эту конструкцию полностью. Включая все чипы и датчики, конвекторы, которые связаны с этой конструкцией, они пульсируют. Скэнер их видит четко и ясно, отключает все и выводит из биополя. Мне выводят скулы, челюсти. Вот с этих мест выходит все, рот, шея. Жена это словила. Руки, ноги. Будем разбираться. В клетке. Хорошо, Екатерина, так лучше. Она трогает себя. Что со мной? Да вот и мы хотим узнать, что с вами. Не могла управлять собой. Ну мы проверим, откуда это все пришло и что послужило подключкой. Итак, разрешение нам дали, да, Вера? Да, даю разрешение. Благодарю. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Екатерины под ногами. 360 градусов вокруг нее. И ответственность за эти подключки воздействия энергии притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложниками. Один, два, три. Гуманоид у нее конструкция подключилась. Хорошо. И еще у нее, видимо, есть и Грегор. Кто еще? Никого больше всего. Один гуманоид? Да, и конструкция его на всех частях тела. Откуда ты гуманоид? Он показывает сперва на эту конструкцию, потом на нее. А вот у этой конструкции, как нарисованный человек, ноги, туловище, руки. И потом идет к голове и мозг сверху, показывая эту конструкцию. Через это она подключилась. Она сама пришла. Откуда ты гуманоид? Я с системы. С какой системы? Назови ее Сириус. Ну, Сириус в вашем понимании, это не тот Сириус, который знает на Земле. У нас другие названия, ты же сам понимаешь, что мы не называем земными названиями. Мы подстраиваемся под вас, чтобы вам было удобно. Наши названия совершенно другие. Сколько ты находишься в этом биополе? Четыре месяца. Объясни мне, на что ты зашел? Это какой-то и Грегор. И Грегор, подключение. Я не зашел, она зашла. Она зашла, она вошла в этот и Грегор. Она тянула руки к нему. Объясни мне, какой это и Грегор? Откуда он идет? Откуда идет система космическая? Это связано как-то с эслеровским настроем, бурхатским настроем? Это не просто связано, это подключение к Грегору. То есть практически всех, кто читает бурхатский настрой, эслеровский настрой, подключается к вашей цивилизации? Они сами приходят, мы никого не зовем. Я и не говорю, что это ваша вина. Меня просто интересует. Есть на земле проводник ваш, который распространяет эти знания о эслеровском настрое, бурхатском настрое, о контакте с высшим я. Здесь не только наши, не могу сказать и претендовать полностью. Конечно, там и ящеры присутствуют. На систему Сириус, как вы ее называете. Хорошо, безусловно, там есть и другие, которые питаются от этого источника. Я правильно понял? Ты можешь видеть конструкцию и энергию, которую она несет. Да. Это наши энергии. Хорошо, как воздействует? Ну, я видел, как воздействует эта подключка, это полностью подключка по всему телу идет, даже рот, то, что бы она говорила, и что она не должна говорить. Это все регулируется этой подключкой через тебя. Самое главное – это подчинение. Через подчинение можно добиться любого результата, как физического, умственного, эмоционального, чувствительного. Ну, вот если ты четыре… Все органы задержаны, подключены. Ты это просто успел за четыре месяца сделать? А что с теми людьми… Нет, еще не нарастил. Еще все тонкое. Ну, хорошо. А что с теми, которые чуть дольше сидят, которые к вам идут через этот эгрегор? Как любой эгрегор защищает эгрегор. Защищает, понятно. Пена у рта. Ну, так и есть, в принципе, да, с пеной у рта. Такое тоже замечали. Это для меня ценная информация была. Человек пришел добровольно. Я не могу тебе что-то предъявить, поскольку он пришел к вам сам. Но все равно разбираться будем. Ты знаешь о законах мироздания. Если человек пожелал отключиться от всего, ты не имеешь права ничего против этого сделать. Это воля человека. Скажи мне, гуманоид, я уже понял, что ни одна цивилизация стоит за этим проектом. Я его так назову эгрегор проект. Какая цель этого проекта? Вот если душа какая-нибудь слушает этот канал, о котором мы сейчас говорим, который распространяет эти бурхатские и эслеровские настрои, подключая невинных людей к вам, какая большая идея стоит за этим всем? Подключить всех и управлять ими или сделать их? Вот тут ты немножко пошел дальше сам. Подключка – это первое, что мы можем сделать. Дальше коллективный разум, которым мы управляем. Реверс закончился. Так у вас получается небольшая такая армия на Земле поклонников этого эгрегора. Любой эгрегор – это армия. Согласен. Скажи мне, гуманоид, с какими цивилизациями вы работаете? Я полагаю, там должны присутствовать цивилизации ящеров. Мы не работаем. Сотрудничаете? Или как? Или это открытый такой ресурс? Сотрудничаем. Вы работаете с ней? Ресурс закрытый. Каждый имеет свою часть. Мы не общаемся между собой. Есть определенный вход в систему. То есть утверждать, что это проект Сириуса, будет неправильным? Неправильно. Тем более, Сириус – это для вас. Наша система называется по-другому для нас. Хорошо. Как можно узнать, как называется твоя система для вас? Нет, нельзя. Просто потому, что я не смогу ее преподать на вашем языке. Это энергия, вибрации и звуки. Ну да, есть такая вещь. Я в курсе. Но географически ты находишься там, где находится Сириус. Примерно. Он намного больше, чем вы видите. Система намного больше. Да, мы тут с луной разобраться не можем. О чем там говорить уже? О Сириусе. Хорошо. Итак, реверс... Мы с землей разобраться не можем. Ну, согласен, да. Водой и подземным слоем. У меня остался последний вопрос к гуманоиду. Скажи мне, гуманоид, это эти тексты. Бурхатский настрой, Эслеровский настрой. Я читал эти тексты. Они, в принципе, в себе ничего такого не содержат. Что можно сказать, что человек просит подключки к этому эгрегору. Тот крючок, где он находится, на что вы их ловите, этих людей. Вибрации. Каждый читает по-своему. Кто-то не может подцепиться, а кто-то выкладывает вибрации. И силу. Настроение, просьбу и силу. Его надежды и мечты. Его подвешенный вопрос, который уходит к нам. Хорошо. Благодарю тебя за эту информацию. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Он еще продолжает говорить. Давай, да, слушай. Он рассказывает, что все матрицы Земли, все матрицы Земли настроены на это. Я приведу пример. Не обязательно быть подключенным к какому-нибудь эгрегору. Просто мы сделали свой бенефис на этом. Оно простое дело, которое ты хочешь сделать. Внутри ты знаешь, ты делаешь это от своей человеческой души. Или ты делаешь это для какой-то специальной цели. Вот тебе и выбор. Так же зачитываются эти тексты. И самое интересное, что это все идет добровольно. Никого не надо ни в чем убеждать. И если они зачитываются с определенным подтекстом, мы ловим на крючок. Я чувствую, да, люди вкладывают в свои просьбы, читая это все, сильные свои энергии. И, соответственно, по законам мироздания, эта энергия достигает того, кто... Есть мольба, есть корыстная просьба. Это тоже разные вещи, имеющие разные вибрации. Да, это верно. С этим я согласен. А вы удовлетворяете материальные желания? Судя по этому каналу... Вот кто стоит выше, да. Да. Ну, судя по этому каналу, я просто смотрю, как у них разросся количество просмотров и количество подписчиков. Ты тоже хочешь? Да нет, конечно, нет. Я знаю это просто изнутри. Я как раз стою по другую сторону. И благодаря этому мы можем с тобой спокойно общаться. Это легко, только пожелай. Ой, я тебя прошу. Ты же знаешь, но ты не знаешь, наверное, хотя ты можешь меня просканировать и понять, что я не первого гуманоида встречает тебя. И, соответственно, у меня есть мое определенное задание. А у кого-то есть такие задания – работать с вами. Так устроен этот мир. Он показывает цифры и прибавляет к ней нули один за другим. Он имеет в виду, что у всех есть своя цена. Нет, меня купить невозможно. В этом можешь даже не сомневаться. Ну, я полагаю, что то, о чем ты говорил, это является добровольным контрактом тех людей с вашей цивилизацией. Или вы их используете просто впустую, в холостую. То есть они даже не знают, что они делают. Вот это меня тоже вопрос бы интересовал. Он потерял интерес. Он говорит о людях однодневных. Не хочет больше разговаривать. А, ну хорошо. Он имеет в виду, что они схватили что-то в этой жизни, а дальше не хотят думать, что будет. Ну, расплата по-любому будет. Здесь все понятно. Хорошо, больше вопросов у меня нет. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связь. Ли, я только что провел у меня здесь гуманоид Сириуса с конструкцией. Человек сам зашел добровольно на этот эгрегор. Он все объяснил. У меня никаких вопросов к нему нет. Здесь уже как ты решаешь? Да, заберем философа. Философа. Хорошо, да. Он немножко обиделся. Подобщаемся. Да, что я не захотел заключить договор. Конструкции тоже забираем. Благодарю тебя. Давай, гуманоид. И тебя благодарю за ценную информацию. Добрали. Субтитры создавал DimaTorzok